Ла-ла-ла, ладно, сори Я просто подумал, что это куда лучше, чем обращение Путина будет Даже как-то более информативно звучит и выглядит Ну ладно А я сорю, многие не в курсе, вообще не следят за политикой, да? Ну как обычно, вне политики, да? Удивляются, типа, что, какое обращение, а вы не знали? Да вот, через 20 минут, по идее, подрубить Путин должен Представляете, опять будет сидеть, передеть, что-то там, кхекать Срать в уши, лапшу вешать На препарате сегодня, видите, видите, да? Белую эту надел, курточку, короче говоря Да, да Нет Ты чё? Ты хоть спать ложился? Конечно нет Нет У меня время-то есть ещё только 3 часа ночи 3 часа 40 минут Нет Это не героевская лента Я поздравляю, да, в России можно снова покупать платные подписки Давайте почувствуем себя во времена, как будто бы войны ещё и когда не было В те самые времена, 21 год Представьте, что сейчас на дворе 21 год Нет войны, ничего нет такого Всё возможно, всё можно, всё доступно Вот, можно даже, например, купить платную подписку на моём канале из России Это можно сделать Достаточно нажать фиолетовую кнопку Подписаться Саб Вот И там выбрать СБП Способ оплаты СБП О, 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 po, а В Крыму нельзя Я же говорю, из России, чел Причём здесь Крым Поэтому Кнопочка Там С, бп завтра обещали 1 марта по всей россии блокируйте vpn жестко вроде что-то такое было что-то такое говорили а также за последнее время несколько раз падали и не работали различные популярные известные сайты типа youtube телеграмы еще всякие штуки просто отключались неожиданно как будто бы что-то проверяли как будто бы что-то тестировали постоянно и тут обращение путина может быть он сейчас подрубит и объявит о том что он анонсирует чебурнет все типа мы отключаемся от запада у нас а есть где-нибудь прямая линия ну без вот этих вот комментатор из дождя просто я зря ты продал биток он сейчас упадет до 20 процентов потом будет расти до 900 тысяч я какие а можно еще шапку ту самую так сказать для full and set a xdd для нельзя слушай но будет а будет мне то что я все равно в плюсе на 20000 мне мало что я не хочу я первый канал смотреть рэн заиды спасибо за подписку второго уровня ололо спасибо уюта мистер flower пасе влафорд спасибо джон тим спасибо иди по осуждаю осуждаю такой никнейм holiday иди спасибо так так минуточку звук ща о случилось в твоей школе в новокузнецке он не нужно делать итоговый проект продуктом которого будет интервью про тебя чего был твоим любимым нелюбимым учителем поспрашиваю про тебя у них подожди ты будешь про меня спрашивать у учителей слушай я так давно учился что по моему все те учителя с которыми учился я ну не я не хочу как бы кого-то обидеть но мне кажется они уже на тот свет отправились не ну типа просто те учителя с которыми я учился они были уже пожилыми достаточно не ну может пару человек осталось окей пару там могут остаться но ладно слушай сняли они в минуты не обманываешь это прикольно что про меня кто-то в школе пишет спустя так много лет это это круто реально реально круто а жанна тебя точнее все эти путин действительно читает он действительно думает он действительно действительно собирает какой-то материал и ум заключает в этом смысле он гораздо больше похож на сталина чем на брежнева который был ну да не буду рассказывать о его речевых способностях особенно после нас уже путин скажет что кик в рф будет заблокирован ощущение постаревшего зала ну как минимум если смотри они всегда на все старые были и глав фракции партии которые сидят в первом ряду очевидно что случился ну просто я даже не помню сколько люди родились при зюганове и мы умрут при зюганове что зюганов он как путин уже был всегда он был даже дольше он был значительно дольше чем путин в на политической арене и вот он по-прежнему стоит в этом зале ну смотрите ну конечно старее как как без этого то потому что так или иначе ну путин доверяет тем людям которых лучше знали одна страна до 2 конечно не понимаешь нужно омоложение поэтому они там озабочены разного рода комсомолами или реинкарнациями я готов ли риан киркара каравилировали началось ой ой сенаторы депутаты государственной думы уважаемые граждане россии каждое послание федеральному собранию это прежде всего взгляд в будущее и салом июня как они только о наших ближайших планах но и о стратегических задачах у почки о тех вопросах решения которых считаю принципиально важным для уверенного долгосрочного развития страны такая программа действий конкретных мер во многом формировалась и в ходе поездок в регионы прямого разговора с рабочими инженерами гражданских и оборудованных заводов с врачами учителями учеными волонтерами предпринимателями с многодетными семьями нашими героями хайф реками добровольцами солдатами и офицерами вооруженных сил россии конечно мы понимаем что такие мероприятия готовятся но тем не менее реальные потребности людей безусловно прорываются в этих беседах много идей было выдвинуто и на крупных общественных экспертных форумах предложения граждан их устремления и надежды стали основой стержнем тех проектов инициатив которые прозвучат и сегодня рассчитывая что их общественное обсуждение безусловно продолжится потому что реализовать все задуманное мы сможем только вместе задачи большие мы с вами уже доказали что способны решать самые сложные задачи отвечать на любые самые сложные вызовы мы например отразили агрессию международного терроризма сберегли единство страны не позволили разорвать ее на части в свое время мы поддержали наших братьев и сестер их волю быть с россией и в этом году десять лет легендарной русской весне но и сейчас есть энергия истинность мужество ее героев крымчан севастопольцев жители восставшего донбасса и любовь к родине которую они принесли через поколение безусловно вызывает гордость до этого оставшие данных на донбассе они в это навляет укрепляет уверенность в том что мы все преодолеем вместе все сможем именно так всем миром сам верит не только говорили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии эпидемии совсем недавно но и показали что в нашем обществе преобладают такие ценности как милосердие взаимная поддержка солидарность подсвали когда наша родина отстаивает свой суверенитет и безопасность защищает жизнь соотечественников на донбассе и в новороссии решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам нашей сплоченности преданности родной стране ответственность за чужую эти качества четко однозначно проявились в самом начале специальной военной операции когда ее поддержала абсолютное большинство российского народа несмотря на все испытания горечь потерь люди не да грустно грустно и постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше меня он в чате поделать общего блага прям вообще пиздец на производствах на производствах трудятся в три смены столько сколько нужно фронту вся экономика а это индустриальная технологическая основа нашей победы правда проявила гибкость и устойчивость хочу поблагодарить сейчас предпринимателей инженеров рабочих сельских тружеников за ответственную напряженную работу в интересах россии в интересах миллиона людей власти не ли так же мы в мире и проектов общероссийского народного фронта все для победы российский бизнес за два года направил миллиарда рублей волонтерским организациям и благотворительным фондом сколько своровали держит наши бойцов и их семьи люди отправляют на фронт письма и посылки теплые вещи маскировочные сети перечисляют средства из своих порой достаточно скромных сбережений повторю такая помощь бесценна это вклад каждого в общую победу наши наши герои на передовой в окопах там где труднее всего знают что с ними вся страна хочу хочу отметить работу фонда защитники отечества усилия комитета семей воинов отечества других общественных объединений прошу все органы власти и впредь делать все чтобы поддержать семьи наших героев родителей жен детей которые переживают за самых близких дорогих им людей ждут их домой признателен парламентским партиям за консолидацию вакунациональных интересов политическая система россии одна из опор суверенитета страны будем и дальше развивать институты демократии никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела так называемый запад с его колониальными повадками привычка разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие вместо россии нужно зависимое угасающее вымирающее пространство где можно творить что все что угодно по сути они хотели бы сделать с россией то же самое что сотворили во многих других грамм спят и видят как бы то расчли уничтожить на украине принести в наш дом разлад и ослабить на это не война но фронт и окопы и не просчитались это сегодня абсолютно очевидная вещь столкнулись с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа опять этот брей наши солдаты и офицеры христиане и мусульмане буддисты и последователи иудаизма представители разных этносов культуры регионов на деле лучше тысячи слов доказали что вековая сплоченности единства народа россии это колоссальные все побеждающие силы вместе плечом к плечу они сражаются за одну общую родину мы все граждане россии будем вместе защищать нашу свободу право на мирную и достойную жизнь сами и только сами определить не вмешивайся в дела россии связь поколений а значит непрерывность исторического развития решать те задачи которые стоят перед страной исходя из нашего мировоззрения наших традиций верований которые мы передадим своим детям уважаемые друзья защита укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям и прежде всего конечно на фронте где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы благодарю всех кто борется сейчас за интересы отечества кто проходит через горнило военных испытаний ежедневно рискует жизнью весь народ преклоняется перед вашим подвигом скорбит о погибших и россия всегда будет помнить своих павших героев объявляется минутам молчания до интересное интересный спектакль скажем так интересно что он дальше будет рассказывать так запад у него уже есть значит который хочет уничтожить россию минута не прошла ли кей по хуй идем дальше наши вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт это касается взаимодействия всех видов и родов войск современной тактики и оперативного искусства выросла прошла закалку целая плеяда талантливых командиров которые берегут людей грамотно исполняют исполняют свои задачи используют новую технику успешно решают поставленные перед ними задачи и хочу сказать что это во всех звеньях от взвода и оперативного звена до самого высшего звена руководства мы видим где и какие у нас есть проблемы они конечно есть понимаем вместе с тем что нужно делать и такая работа ведется непрерывно и на фронте и в тылу она направлена на повышение ударной мощи армии флота их технологичности и эффективность боевые возможности вооруженных сил увеличились многократно наши части прочно владеют инициативой по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают освобождают все новые территории не мы начали эту войну на на басе ну как уже не раз говорил мы сделаем все чтобы ее закончить а кто нацизм решить все за то начал специальные военные операции уже который раз кто тот такер облик теперь здесь и мы не мы защитить суверенитет и безопасность наших граждан инопланетяне состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы то что мы планировали в сфере вооружения о чем я говорил в послании 2018 года все сделано или завершая угрозы ядеркой так гиперзвуковой авиационный комплекс кинжал не только поставлен на вооружение но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей ждем когда выйдет байден и расскажешь что у него на ядерке имеется блять также в бою применять только у тебя ядерка в мире гармоний гиперзвуковой комплекс морского базирования циркум но прибят а потом послание 18 года даже и речи не шло но и эта система уже в строю на и боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности авангард пошли лазерные комплексе пересвет завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности родим интервью говорил что они никогда не угрожали ядерного подводного аппарата по себе это показалось эти системы подтвердили свои высокие можно без преувеличения сказать уникальные характеристики путин хуй поставленные первой серийные тяжелые баллистические ракеты с армат мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве опа работа пошла демонстрация каких-то работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается и о новых достижениях наших ученых и оружия еще есть какие-то достижения кроме вооружения россия готова к диалогу соединенные штаты америки по вопросам стратегической стабильности но вот что хотел бы подчеркнуть уважаемые коллеги чтобы меня все правильно поняли в данном случае мы имеем дело с государством чип правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия да ну ну и что они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности одновременно пытаясь нанести россии как они сами говорят стратегическое поражение на поле боя на наху начинали это это логично привести наглядный пример такого лицемерия в последнее время все чаще звучат голословные обвинения например в адрес россии что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе подобные выбросы а это не что иное как вбросы это уловка только для того чтобы втянуть нас переговора на фоне на украину уже говорил исключительно с уловкой вопрос и при этом они блокируем потом наше предложение которое лежит у них на столе уже более 15 лет имею ввиду проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе который мы подготовили еще в 2008 году в реакции это никакой нет о чем они говорят вообще непонятно поэтому у нас есть все основания полагать что слова сегодняшних американских властей а якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности это демагогия в преддверии президентских выборов сша они просто хотят показать своим гражданам да и всем остальным что по-прежнему правят миром мол по тем вопросам где америке выгодно договариваться арене вести с русскими разговор а где им не выгодно там и обсуждать нечего вот тут кста факт как они сами игра бизнеса с южил лицемер они будут стремиться нанести нам поражение но так безусловно не пойдет наша позиция понятна я я я ну я я ну да я стены ну я да я я да заткнись то необходимо делать это только в едином комплексе естественно включая все те аспекты которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны безопасность россии безопасность безопасность свои полосы безопасности мы так же понимаем что запад пытается в гонку вооружение печально тем самым измотать повторить трюк который им удался в 80-е годы с советским союзом я напомню таланты в 81 80 восьмом годах военные расходы ссср составляет 13 процентов валового национального продукта поэтому наша задача так развивать оборонно-промышленный комплекс чтобы нарастить научный технологический индустриальный потенциал страны нужно максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов нам важно увеличить темп в решении социальных геморфических инфраструктурных и других задач и при этом выйти на качественно новый уровень оснащенности в первую очередь это касается сил общего назначения принципов их организации поставок войска из пилотных ударных комплексов систем пво и радиоэлектронной борьбы даже он вас просто вечно чисточно чисточных высоко точных и других средств поражения серьезно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении чтобы нейтрализовать угрозы связанные с очередным расширением на то на восток втягиванием в альянс швеции и финанс ты зачем этого забота на украине на ближнем востоке в других регионах мира и продолжает лгать теперь вот без всякого смущения заявляют что россия якобы намеревается напасть на европу ну просто мы же с вами понимаем это несут бред просто а при этом бред блин сами с украины тоже ли выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории выбирают какие более эффективные как они думают средства поражения кто заговорили о возможности отправки на украину натовских военных контингентов очень мае стримы смотрят но мы помним судьбу 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 тех кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны но теперь последствия возможных интервентов будут гораздо более трагичными они они должны параноик в нем угрожает у нас тоже есть хотят уже знают об этом сейчас только я сказал тоже есть оружие которое может поражать цели на их территории и на что все они ради придумывают сейчас чем пугают весь мир что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерное оружие а значит уничтожением цивилизации они чего этого не понимают что ли это люди знаете это люди которые не прошли через тяжелые испытания они уже забыли что такое война вот мы даже наше сегодняшнее поколение прошли вот через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризм на кавказе владимир сейчас в условиях конфликта на украине то же самое происходит они думают что для них это все мультики какие чего сказать действительно русофобия как и другая идеология национального превосходства и исключительности она ослепляет лишает разума я начали войну сша и сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности это порождает риски для всех очевидно что необходимо работать над тем чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равный и неделимой безопасности в евразии мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями при этом вновь подчеркнул думаю что это сегодня важно для всех без суверенной сильной россии никакой прочный миропорядок невозможен начать до последнего русского воевать мы стремимся к объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы в числе которых бурные трансформации мировой экономики торговли финансов технологических рынков когда рушатся многие прежние монополии и стереотипы связанные с ними так уже в 2028 году страны бригс с учетом государств которые недавно стали членами этого объединения будут создавать около 37 процентов глобального ввп тогда как показатель группы 7 опустится ниже 28 процентов но это цифры очень убедительные ведь еще 10-15 лет назад ситуация была совершенно другой я уже говорил об этом публично но тенденции такие понимаете мировые тенденции не нужно рисовать не носят объективный характер вот смотрите доля в мировом ввп по паритету покупательной способности большой семерки в втором году было сорок пять и семь десятых процентов так а брикс без учета даже расширения в девяносто втором году но для а брикс тогда организация не было странно брикс и сюда только шестнадцать с половиной страны в девяносто втором году а в двадцать втором уже семерка тридцать и тридесятый процент ну а еще он неоднократно бревшую россии первое место занимает плане экономики экономического роста в европе к только вот люди живущие в россии не почувствовали этого а к 20 года ситуации еще больше поменяется сторону брикс будет 36 и шесть десятых процентов для семерки прогноз на двадцать восьмой год двадцать семь восемь никуда от этого не деться это вот это объективная реальность так и будет чего бы ни происходило в том числе даже на украине мы совместно с дружественными государствами будем и дальше создавать эффективные и безопасные логистические коридоры на передовой технологической базе спрятажмите кнопку фолу буду благодарен подпишите туру свободную от политического вмешательства тем более что запад сам дискредитирует свои собственные валюты и банковскую систему паселет сук на котором сидят десятилетие то кто мы взаимодействуем с партнерами на принципах равноправия уважения интересов друг друга и потому к работе евразес шосс других брикс и других объединений с участием россии активно подключаются новые и новые государства огромные перспективы видим в построении большого евразийского партнерства в сопряжении интеграционных процессов в рамках евразийского экономического союза и инициатива китайской народной республики один пояс один путь позитивно развивается диалог россия осеан настоящим прорывом стали саммиты россия африка африканский континент все громче заявляет о своем охраны брать и управе на подлинный суверенитет точно мы искренне поддерживаем все эти устремления у россии давние хорошие отношения с арабскими государствами они представляют самобытную цивилизацию от северной африки до ближнего востока который сегодня динамично развивается и мы считаем важным искать с нашими арабскими друзьями новые точки соприкосновения углублять весь комплекс партнерских связей то же самое будем делать и на латиноамериканском направлении и отдельно прошу правительство увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и нашей многонациональной культуры прежде всего конечно на пространствах снг да и и в мире в целом он уже по всему миру русский язык продвигать собираются страны кстати уважаемые друзья коллеги так как сейчас на ноги посетили выставку россии сюда приходят чтобы увидеть самим показать детям как богата и необъятна наша родина на выставке россия был дан старт году семьи ценности любви взаимной поддержки и доверия передается в семье из поколения в поколение так же как культура традиции история нравственные устои и конечно главное предназначение семьи расскажешь это интересно или новое рождение детей а продолжение рубли каждый раз воспитание роза а значит и продолжение взятия нагревать многонационального народа мы видим что мы приходим в январь страны тоже сознательно разрушают нормы морали институты семьи толкают целые народы к вымиранию его рождению мы выбираем жизнь россия была и остается оплотом традиционных ценностей на которых строится человеческая цивилизация наш выбор разделяет большинство людей в мире в том числе по сценарию один и тот же листочек читает поменять уже ли да сегодня и россия и многие другие государства сталкиваются со снижением рождаемость демографы утверждают что это россии видел что происходит социальными экономическими технологии джима гербан дурными и ценностными изменениями молодые люди получают образование строят карьеру налаживать свой быт рождение детей откладывают на потом очевидно что не только экономика качество в социальной сфере влияют на демографию на рождаемость но и в огромной степени те жизненные ориентиры которые закладываются в семье формируются культурой образованием просвещением здесь важна работа всех уровней власти гражданского общества пастырей традиционных наших религий поддержка семей с детьми народ рожать и нового родственный выбор но вы поняли большая молодец семья должна стать нормой философии жизни общества ориентиром всей государства не хватает людей в горизонте ближайших 6 лет полегло еще примерно сколько же уехала те кто остался не хочет рожать к вашим аплодисментом и до определенных обстоятельств в горизонте ближайших с реальной проблеме должны добиться устойчивого роста рождаемость для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования регионального и экономического развития о поддержке о повышении качества жизни семьи будет идти речь практически в каждом разделе послания наберись терпения она только начинается может быть надо не говорить и делать каждому вращение можно чего угодно говорить одно и то же начну поэтому все что было да это важно но сейчас начинается самое главное у по начну с одной из самых острых проблем а это мягко говоря невысокие доходы с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи ой а что-то 2000 году за чертой бедности в россии находились более 42 миллионов человек до сих пор что так же от вас действительно изменилась изменилась кардинально изменилась по итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилась до 13 с половиной миллионов человек но конечно этого много но мы держим решение этой проблемы в постоянной зоне постоянного внимания ряд мир принес относительно недавно 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие с невысокими доходами причем от беременности женщины до достижения ребенком 17 лет в прошлом году это пособие получали более 11 миллионов человек мы серьезно упростили процедуру заключения социального контракта приоритет здесь также имеют многодетные семьи сейчас заявление на спецконтракт соцконтракт извините можно подать через портал госуслуги с минимальным набором документов будем расширять доступность этой меры это потребует дополнительных денег где-то в районе 100 миллиардов рублей но они предусмотрены дополнительные расходы уже третий человек они все проработаны хочу повторить проблема бедности по-прежнему острый сейчас она прямо затрагивает оли 9 процентов населения страны а среди многодетных семей по оценкам которые дают эксперты уровень бедности составляет около 30 процентов нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решение это все слышал еще ребят очень давно когда лица чтобы в 2013 году уровень бедности в россии стал ниже семи процентов а среди многодетных семей снизился более чем в два раза хотя бы до 10 пор борется с бедностью то есть мы должны сделать особый акцент на снижение бедности прежде всего для многодетных семей кому понимаешь что в целом борьба с бедностью эта задача непростая память короткая абсолютно системный характер многовекторный поэтому повторю еще раз важно чтобы все меры которые мы принимаем в этой сфере все инструменты которые используем были эффективными и действенными давали ощутимый реальный результат для людей для семей нашей нужно постоянная работа направленная на повышение качества жизни семей с детьми на поддержку рождаемость и для этого мы запустим новый национальный проект который так и называется семья в ряде конкретных а ряде конкретных инициатив прямо сейчас расскажу первое российские регионы в дополнение к федеральным программам реализует свои меры поддержки семей с детьми я хочу прежде всего поблагодарить коллег за эту работу и предлагаю дополнительно помочь субъектной федерации где уровень рождаемости ниже среднероссийского это особенно важно для центральной россии и северо-запада вот в 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского до конца тридцатого года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей чтобы они могли нарастить свои параметры ли там пароваровать немного по губернаторам средства начать области денег со следующего года второе в прошлом году в россии на построена свыше 110 миллионов квадратных метров жилья это в полтора раза больше самого на мелкого советского кознания который был достигнут в 1987 году тогда построено было 72 и 80 миллиона квадратных метров а сейчас еще важнее что за последние шесть лет на миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия в том привет у меня есть пару просьбу один подрубай в 17 часов в это время я как раз прихожу со школы и выключая 21 в это время и повышали доступность сначала ее могли воспользоваться семьями в которых растут двое и более детей затем семьи с одним ребенком программа семейной ипотеки действует до июля левая левая предлагаю ее продлить до 2030 года сохранив основные базовые параметры но перед выборами надо что-то пообещать до 6 лет включительно для них льготная ставка кредита останется прежней 6 процентов и еще сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита 450 тысяч рублей также предлагаю продлить действие такую норму до 2030 года вау в текущем году потребуется почти 50 миллиардов рублей на это и потом там по нарастающей все куда ты так это разошелся на войну денег не хватит в целом задача в том чтобы при ветра свет становилось более доступным для семей чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся третье в россии больше двух миллионов семей в которых растет трое растут трое и больше детей такие семьи безусловно наша гордость и вот что хочу сказать смотрите это реальные цифры в восемнадцатом году с 18 по 22 год число многодетных семей в россии выросло на 26 и 8 десятых процентов хорошие показатели подписан указ подписан указ который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи о чем люди просили его положение надо наполнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне и идти безусловно от запросов людей в семьях где растет много детей много и забот и у должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем предлагаю увеличить в два раза до двух тысяч восьмисот рублей в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка что это значит вот для примера семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей при этом а размер годового дохода на на который распространяется вычет также предлагаю повысить с 350 до 450 тысяч рублей и такая мера поддержки должна предоставляться автоматически без подачи заявлений и отдельного программе материнского капитала сейчас семья при рождении первенца я тут даже комментирую 630 тысяч рублей а при рождении второго ребенка еще на 202 тысяч рублей размер материнского капитала регулярно индексировать если за детей программа материнского капитала что за бизнес все мамочки после этого стрима как минимум до 2030 уважаемые коллеги хочу выразить признательность благотворительным фондам социальным некоммерческим организациям которые помогают пожилым и больным людям детям инвалидам и очень многое сделали они для того чтобы поднять государственный уровень вопросы по вопросам долговременного ухода потому что они все время ставили эти вопросы считаю необходимо нарастить финансирование этой системы со стороны федерального бюджета вывести ее на единый высокий стандарт и обеспечить максимальную доступность для тех кто больше всего нуждается в такой помощи а это около полумиллиона наших граждан сейчас 2030 году услугами долговременного ухода воспользовались и было обеспечено сто процентов граждан которые в этом нуждаются сейчас средняя продолжительность жизни в россии превышит превысила 73 года мы вернулись на тот уровень который был до пандемии коронавируса к 30 году ожидаемая продолжительность жизни в россии должна составить не менее 78 лет а в дальнейшем как мы и планировали предстоит выйти на уровень 80 плюс особое внимание нужно уделить сельским территориям регионам где продолжительность жизни пока ниже чем можно без версии уже включить на решение этих задач будет нацелен национальный проект продолжительная и активная жизнь при этом важно чтобы росла при этом важно чтобы росла продолжительность именно здоровой активной жизни чтобы человек мог посвящать свое время семье близким детям внукам мы продолжим федеральные проекты по борьбе сердечно-сосудистыми онкологическими заболеваниями а также с диабетом кроме того предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства сбережению здоровья детей и подростков в том числе реподуктивного здоровья чтобы дети рождались и росли на беру женщина в россии в будущем заставляют были здоровы и ржать и сука ржать и блять людей не хватает станет расширение сети женских консультаций модернизация перинатальных центров детских поликлиник и больниц а всего в ближайшие шесть лет только на строительство ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более триллиона рублей далее за последние годы у нас в разы выросло число граждан которые регулярно занимаются спортом это одно из наших значимых достижений нужно поощрять людей которые ответственно относятся к своему здоровью уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех кто регулярно на плановой основе упа будет диспансеризацию а также глядишь на сдают нормативы готова помните народ народа каждый помнит эту шутку бросая пить вставай на лыжи вот это тот самый случай момент такой наста что касается питья здесь у нас заметный хороший результат вот реально без всякого экстремизма опа мы значительно снизили употребление алкоголя и прежде всего крепкого алкоголя опа и это безусловно сказывается на это странно учитывая какие сложные два года предлагаю за счет федеральных ресурсов поверим а я видел другой статьи кстати на канале бриф предлагаю за счет федеральных ресурсов и спиртные напитки ежегодно строить процент регионах прежде всего в малых городах сельских территориях дополнительно не менее 350 спортивных объектов это и универсальные комплексы и быстро возводимые площадки где смогут заниматься и дети и взрослые и целые семьи дополнительно направим на эти цели за шесть лет порядка шестидесяти пяти миллиардов рублей из федерального бюджета условия условия для занятий спортом или бор вузах колледжах в школах и дошкольных учреждениях кстати многие наши детские сады были открыты еще в советское время нуждаются в обновлении со следующего года начнем программу их капитального ремонта опа да я давно помню что в школе тоже обещал ремонт и в школах станет я так и не сделала он говорят что касается школ то здесь наверно деньги брали но спиздили около 18 с половиной тысяч зданий до 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему а в дальнейшем будем проводить ремонт и школ уже в плановом режиме то что сделано до сих пор показывает что мы на правильном пути в целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно короче более 4 вы думали да чё они все-таки радостные тут были до того как он вышел вы посмотрите теперь мы понимаем он деньги выделяет раздает деньги сегодня предстоящие туда-сюда на школы на дома а они-то чё они такие ооо это нам надо вот в двадцать втором в двадцать втором на двадцать третьем годах из тридцать девяти тысяч школ тридцать девять четыреста сорок школ у нас масла с нет есть только 65 процентов есть на чем работать и еще очень важная тема сегодня активно растут многие крупные города при этом становится больше и нагрузка на социальную сферу увеличивается число школьников которые учатся во вторую смену а в некоторых школах вводится даже и третья смена чего безусловно эта проблема то там на 3 решать в тех городах где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро но придется опять за счет федерального бюджета я за счет федеральных ресурсов на решать эту задачу построим дополнительные в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов 25 лет уже на куршкола не были построить уважаемые коллеги ебнуться можно мечты и свершения наших предков старших поколений стали достижимыми и мы гордимся этими достижениями а завтрашний день страны определят устремление нынешнего молодого поколения его становление его успехи жизненные ориентиры которые пройдут любую проверку на прочность это важнейший залог и гарантия суверенитета россии продолжение нашей истории предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики и уже в этом году запустить новый национальный проект молодежь россии это должен быть это должен быть так всегда было это подачки перед выборами и эти все слова адресованы в первую очередь вате которая считает что путин молодец и поднимает россию молодые поколения наши школьные и от начале стрима сказал бы огромное вам спасибо за ваш подвиженческий труд в том чтобы ребята чувствовали себя единой команды обрели опору жизни великору из этих денег разворованы с 1 сентября 24 года он чик предлагаю виски федеральную выплату 5000 рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах и чего раньше не было и отдельное решение предлагаю дошколь для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах техникумах которые работают в тех населенных пунктах которым нужно лить уделить особое внимание а именно таким населенным пунктом где живет меньше ста тысяч человек а это по сути все наши небольшие города райцентра поселки села так вот уже с 1 марта 24 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей что за бизнес еще хотел бы добавить в 2018 году майскими указами были установлены требования по оплате труда учителей других работников бюджетной сферы исходя из среднемесячного дохода в конкретном субъекте федерации эти положения так называемых майских указов и впредь должны строго выполняться но но при этом надо совершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере добиваться роста доходов занятых здесь специалистов уровень средних зарплат по экономии больные пенсионеры с пенсии 8 гдагдегдада айфбин мерет и лонг тайм эджер в эдэю канту в эрэй юго в эдэю канту гамного отличаются при этом работа учителя или врача везде одинаково сложная и крайне ответственная и такой большой разброс в зарплатах от региона к регионе георгий донатер ребята конкретно девочки если вы еще не поняли путин своем ебейшим спичем про семью и рождаемость дал понять что запрет на борт будет так что не пренебрегайте презервативами откат уже не будет регионов с учителями врачами другими специалистами но безусловно ее нужно решать я сейчас не буду вдаваться в детали она действительно сложна и депутаты и члены правительства понимают о чем я говорю я просто прошу правительство уже в двадцать пятом году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъекта федерации а в двадцать шестом году принять окончательные решения для всей страны отдельный вопрос это создание дополнительной мотивации для молодых специалистов чтобы они приходили работать школу и видели здесь перспективу для профессионального и карьерного роста при этом целевым образом пока чушь несет насчет школ кстати не пиздешь нас уже перевели в соседний корпус чтобы нашу школу отремонтировать там прям нею все готовится в пол перед планировка дизайн и ремонт москва а ну москва чушь там что-то москва блять мы про регионы говорим новаторами регионов то проще воровать бюджетик или скажем так я сам из региона я знаю как работает что с моей школой было например и до сих пор происходит строительство первой образовательной школы лидерского уровня начнем уже в этом году в рязанской псковской белгородской нижегородской и новгородской областях сам бабки в дальнейшем учился не поливали во всех федеральных на дальнем востоке в сибири какого на дамбассе и так далее всего до 2030 года откроем 12 таких школ теперь о содержании тема про школа навсучем нагрузка для детей должны быть разумный и сбалансированный сделал и конечно явно не менялся делу когда на уроках учат одному а на экзаменах спрашивают другое обчать сейчас школе не соответствует я думаю варя ноги подряд школьными программами и вопросами на экзаменах а такое бывает к сожалению может реально счет поменял это вынуждает родителей нанимать репетиторов а ведь далеко не всем это по карману я прошу коллег из правительства совместно с педагогическим и родительским сообществом разобраться с этой проблемой она очевидна в этой связи в этой связи и о едином государственном экзамену он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры все реально смены там хорошо знаем действительно механизм мега должен совершенствоваться от меня и на что вот я предлагаю на этом этапе предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении дать выпускникам что называется второй шанс а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать егэ по одному из предметов и создать это не сделать это до конца приемные компании в вузы чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи такие житейские вещи но они важны для людей уважаемые коллеги не значит прошлом году экономика россии раз такими вы рады поэтому показателем и и у вас нужен подкупил предыдущие страны евросоюза но и все государства для может что я хочу в этой связи отметить хочу отметить вот что огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности который был сделан за последние десятилетия сегодня доля несырьевых отраслей в роста уверенно превышает 90 процентов то есть экономика становится более сложной технологичной а значит гораздо более устойчивый сегодня россия крупнейшая экономика европы по размеру валового внутреннего продукта по предмету покупать он опять про это и начале говорю русские россияне почувствовали это на себе нет блять у них ничего не изменилось в лучшую сторону темпы и главное качество роста позволяют надеяться и даже утверждать что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед войдем в четверку крупнейших экономических держав мира такое давай давай это сколько надо лет потратить на это но такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей наших граждан в ближайшие шесть лет доля зарплаты ввп страны должна возрасти просто он завтра же и мануляции и темп форус по средней как зарплаты по экономике мы как можно минимальный размер оплаты труда начиная с 2020 года мрот вырос в полтора раза с 12 до рот вырос полтора раз 19 тысяч рублей в месяц в 2030 году мрот должен увеличиться еще почти вдвое до 35 тысяч удала должен или вырасти что безусловно отразится на размере социальных массовой таки зарплат бюджетной сфере море и в отраслях не к нам часто своего кармана понимаем такие риски и факторы могут привести к замедлению экономического роста нашего развития в целом это в первую очередь нехватка квалифицированных кадров и собственные передовые технологии или их отсутствие по некоторым направлениям здесь нужно работать на опережение поэтому сегодня подробно остановлюсь на этих двух стратегически важных темах начну с кадровой базы в россии растет большое молодое поколение вот как ни странно да есть демократические проблемы с ростом числе россии 1 и 7 триллиона и большое молодое поколение германия 4 2 триллиона и уэсд но это статистик на 21 в 2030 году в стране будет 8 и 3 десятых миллиона граждан в возрасте до на 20 лет от от 20 до 24 лет а в тридцать пятом году уже 9 и 7 десятых миллиона на 2 и 4 десятых миллиона больше мало чем сейчас и это конечно результат в ту же чем я так зрители много к демографических мер предыдущих лет нам важно чтобы эти ребята сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела готовыми трудиться в экономике 21 века на это направим новый национальный проект кадры какие кадры много безусловно об этом говорим но нужно на деле укрепить связку всех уровня образования кадра они должны работать в единый логике заебался на общий результат да конечно здесь важно участие реально вот это вот это работа дальше с нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации ребята начиная с 6 класса могут познакомиться с разными специальностями военные обращаюсь сейчас к руководителям предприятий научных и медицинских центров пожалуйста приглашайте к себе школьников пусть ребята посмотрят цеха вот как мне предлагали одно из моих поездок на заводские музеи лаборатория обязательно включаетесь прошу вас в эту работу так короче на принципах рожать и операции образование предприятия реального сектора мы реализуем проект профессионалитет он позволил обновить образовательные программы для авиа и судостроения фармацевти прям как советский оборонный и других отраслей для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий у по такие работа мы должны распространить на всю систему среднего правообразования включая подготовку кадров для школ больниц поликлиник для свежая миллион туризма учреждений культуры творческих индустрий кто готов отдельно поручаю правительству совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащение учреждений среднего профессионального образования у меня среди профессиональных статей нужно привести в порядок не только учебные здания но и спортивные оператора в мж и техникумов и колледжей за шесть лет направим на эти цели 120 миллиардов рублей из федерального бюджета ты столько денег возьмешь для триллионы миллиарда же выделим дополнительно 124 миллиарда рублей и в предстоящие 6 лет проведем форме дали ремонт порядка 800 общежитий вузов и университет это все блиновская на пусть ее налогов которые она не заплатила теперь в целом о высшей школе и кардача деньги сняли в листер на науки и образование развивались по всей стране для этого до 2030 цели кашельков это тащил университетских кампусах мы уже говорили об этом сейчас считаю нужно сказать еще раз предлагаю в этой связи расширить эту программу и общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков и выделить на эти цели придется выделить на эти цели около 400 миллиардов рублей из федерального бюджета естественно кампус университет естественно предусмотрев в кампусах запоминать ребят будем следить специально молодые семьи могли учиться работать и воспитывать детей в целом надо буквально по полу и тебе есть очень много видосов нарезка кадавр давай пошел в жопу и тот нарезки видосов короче где он же не первый раз так выступает перед выборами обещает социальные сферы и на ютюбе очень много видосов и разумеется не нарезают он обещает а потом статистика он обещает типа построить школы статистика за три года школ стало меньше и так далее организации высшей школы необходимости использовать здесь может иначе из отечественной куб море профессиональная основа будущего специалиста закладывается на первых курсах где преподаются фундаментальные дисциплины считаю необходимым повысить уровень оплаты труда преподавателей таких предметов и прошу правительство предложить конкретные параметры этого решения и начать их внедрение уже с первого сентября в пилотном режиме потребуется дополнительные ресурсы там по предварительным подсчетам это в этом году полтора миллиарда потом четыре с половиной миллиарда эти деньги тоже у нас посчитаны нам важно повысить потенциал и качество всей высшей школы поддержать вузы которые стремятся наушники на это направлена наша программа приоритет 2030 ее финансирование рассчитано до конца текущего года безусловно предлагаю продлить ее еще на шесть лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей критерии эффективности вузов участников должны быть кадровые и технологические проекты с регионами отраслями экономики и социальной сферы создание реально работающих инновационных компаний стартапов привлечения и иностранных студентов и конечно оценивать работу всех вузов университетов россии колледжей техникумов будем потому насколько востребованы их выпускники как растут их заработные платы уважаемые друзья теперь несколько слов о технологической базе развития здесь основа основ это наука конечно на встрече с учеными сотрудниками российских интересном рот 35 тысяч долларов он пообещал а к 30 году это сколько в долл и сложные периоды россия не отказывала не отказывалась 35000 можно будет купить что-то из техники обогреватель хотя бы и мы сейчас должны поступать также ну собственно говоря мы так и стараемся делать например такого на спектра научных установок класса мега сайенс как у россии сегодня не у одной страны межпухи это уникальные возможности и для наших ученых и для партнеров исследователей из других стран которых мы приглашаем к сотрудничеству отечественная научная инфраструктура наше мощное конкурентные преимущества как сфере фундаментальной я не должен так долго будет вот это все рассказывать обещать в кавычках медицины и микроэлектроники химической промышленности как же опустился я для развития космических программах считаю что мы должны более чем в душе я сижу и не верю ни один уложили в условиях на пусты исследования и разработан довести их долю до 2 процентов ввп к 2030 году и по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира при этом вновь повторю должны существенно при этом существенно должны вырасти инвестиции в науку и со стороны частного бизнеса не менее чем вдвое к 30 году конечно же главное это эффективность таких вложений речь идет о достижении конкретного научного результата в каждом конкретном случае здесь нужно использовать позитивный опыт наших федеральных научно-исследовательских программ по генетике сельскому хозяйству проектов российского научного фонда с учетом актуальных задач и вызовов мы скорректировали стратегию научно-технологического развития россии в ее логике запускаем и новые национальные проекты технологического суверенитета назову их основные направления первое мы должны быть независимой иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях как сбережение здоровья граждан продовольственная безопасность второе нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны это средства производства и станки робототехника все видят транспорта беспилотные авиационные морские и другие системы экономика данных новые материалы и химия третье мы должны создавать глобально конкурентные продукты опираясь на уникальные отечественные разработки в том числе в области космических атомных и новых энергетических технологий уже сейчас нужно создать правовую среду для развития отраслей и рынков будущего сформировать долгосройные как минимум до конца текущего десятилетия заказ на высокотехнологичную продукцию надо 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 они понимали лучше бы ты рассказал его уже добились или сделала еще его к дима надо внутренние кооперационные цепочки международные технологические платформы развернуть серийный выгра собственного оборудования и комплектующих надо надо нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных материалов другого среди до новой экономики у нас все это есть подчеркну речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее поэтому настроим на решение этих задач все имеющиеся у нас инструменты и механизмы развития обеспечим приоритетное бюджетное финансирование я прошу правительство и федеральное собрание учесть это при подготовке бюджета всегда прошу это видеть в качестве основного приоритета проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности предлагаю поставить здесь цель доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие шесть лет должна увеличиться в полтора раза на объем не сырьевого не энергетического экспорта не менее чем на две трети них день чего не все спрятую еще несколько цифр тысячами лет занимались в девятом году доля импорта у нас достигла 26 процентов ввп почти на 30 процентов почти все завозили из-за границы в прошлом году она составила уже 19 процентов ввп или 32 триллиона рублей а в период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17 процентов ввп а это значит а это значит что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары лекарства оборудования станки транспортные средства и так далее но все не все мы не можем и нам не нужно к этому стриме то чтобы все производить но правительство знает над чем нужно работать я подчеркну с учетом демографических вызовов с которыми мы столкнулись высокой потребности а если говорить прямо дефицита кадров для нас критически важно кардинально повысить производительность труда одна из ключевых задач а это означает внедрение цифровых технологий в управление рост энерго и ресурсы эффективно от 7 лайка а я прочь не обновил предложений и реализации таких я думаю там уже больше сквозную модернизацию промышленных мощностей их роботизацию и автоматизацию к 2030 году по числу промышленных роботов россии должно войти в число 25 ведущих стран мира да ладно если как забрал то что у нас есть сегодня это будет хорошим результатом продолжим создание специальных отраслевых центров компетенции где будут обобщаться и тиражироваться лучшие практики бережного производства в экономике социальной сфере к 2030 году не менее 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики добавлю все учреждения социальной сферы необходимо охватить проектами по повышению производительности труда это общая огромная но очень важная работа кроме того по увеличению эффективности перевооружения производств должны быть нацелены на на это должны быть нацелены передовые инженерные школы которые создаются на базе вузов мы ставили перед собой цель создать 50 таких школ тридцать из них уже создано еще двадцать запускаем 30 создать где в каких городах предлагаю расширить эту программу еще на 50 инженерных школ то есть в общей сложности развернуть сеть по стране сеть из ста таких центров которые будут готовить специалистов высшей квалификации предлагаю будут готовить специалистов и предлагать оригинальные технические решения причем в самых разных областях в промышленности сельском хозяйстве в строительстве в транспорте социальной сферы и конечно всегда и по каждому из этих направлений использовать искусственный интеллект нужно к этому стремиться нужно даже модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях сделать их настоящими цифровыми центрами знаний и информации выделим на эти цели тоже дополнительно 9 миллиардов рублей за последние годы уважаемые коллеги за последние годы в россии открылись сотни новых заводов фабрика производств но они открываются открываются как бы уже к этому привыкли это такая текущая работа но среди них и такие индустриальные гиганты как горно-металлургический комбинат удакан за байкали тайшетский алюминиевый завод в иркутской области мк мурманский центр строительства крупотоннажных морских сооружений запсиб нефтехим в тюменской области этот перечень безусловно можно продолжать обращаю внимание в предстоящие шесть лет уровень валовый добавленной стоимости обрабатывающей промышленности россии должен увеличиться не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2020 нет это не георгиевская ленточка такое форсированные индустриарное развитие означает создание тысяч новых производств современных хорошо оплачиваемых рабочих мест мы уже мы уже сформировали своего рода промышленное меню компании реализующие индустриальные проекты могут выбрать оптимальные меры поддержки соглашение о защите и поощрение капиталовложений специальные инвестконтракты кластерную инфраструктуру инвестиционную платформу и так далее достаточно много инструментов изобрели и применяем обязательно будем развивать все эти механизмы так за шесть лет дополнительно на в районе засыпает владельцы глядов рублей на субсидии компаниям как-то много людей не окров а также на расширение промышленных ипотеки за счет этой программы а спи дополнительно построим и модернизируем еще более 10 миллионов квадратных метров производственных площадей и вот просто для сравнения хочу отметить кстати плюсом к тем темпом которые мы уже набрали так вот для сравнения сегодня в россии ежегодно строится около 4 миллионов квадратных метров производственных площадей это весомый показатель обновления нашего индустриального потенциала а мы дополнительно как я сказал 10 миллион рублей далее на 300 миллиардов рублей пополним фонд развития промышленности увеличим его капитал почти в два раза и нацелим на поддержку высокотехнологичных проектов еще не менее 200 миллиардов дополнительно выделим в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов выпуску приоритетный промышленного бла 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 чтобы стимулировать обновление производственных мощностей предприятий обрабатывающей промышленности предлагаю для них увеличить базу расчета амортизации она составила 200 процентов затрат на российское оборудование и неокры но это такая вроде как скучная субстанция но я поясню о чем идет речь если компания приобретает отечественные станки на 10 миллионов рублей она сможет уменьшить налогооблагаемую базу на сколько тут спящих это надо наделать скриншот поддержку скрините там кто продолжим развитие индустриальных технопарков с акцентом на каждого размещения производства малого и среднего бизнеса по нашим технологическим приоритетом здесь важно использовать преимущество странного подхода когда компания вместе со своими смежниками поставщиками а их кооперация дает взаимовыгодный эффект для всех обращая внимание правительства до 2030 года необходимо создать еще не менее 100 таких площадок они должны формировать точки роста по всей территории страны стимулировать капиталовложения мы ставим цель 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70 процентов кстати здесь у нас динамика хорошие хоть хочется сказать даже очень хорошие но хорош темп роста инвестиций накопленным итогом в 2021 году составил 8 и 6 десятых процента а план был 4 5 в 2020 году 15 и 9 процента при плане 9 и 5 а за 9 месяцев прошлого года других задач и при этом качественно новый оснащенный армии флот это касается общего назначения принципов их организм лицо военного в этот момент беспилотных ударных комплексов опять на фронт сектор в том числе через механизм проектного и акционерного финансирования в ближайшие два года с использованием фондов акционерного капитала будут поддержаны индустриальные проекты все нарезали более чем на 200 миллиардов рублей смысл такого механизма в том что корпорация развития веб-рф при участии коммерческих банков входят в капитал высокотехнологичных компаний оказывает содействие на фазе их активного роста уже давал поручение запустить особый режим первичных размещений акций компании которые работают в приоритетных высокотехнологичных направлениях обращая внимание коллег и в минфине в центральном банке нужно ускорить запуск этого механизма включая компенсацию затрат на размещение ценных бумаг нужно делать это долго еще повторю российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем состава 66 процентов ввп при этом важно чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом мне кажется уже принято решение добровольные накопления в негосударственных миссионных фондах в объеме до 2 миллионов 800 тысяч рублей будут застрахованы государства то есть их возврата там сидит гарантирован кроме того будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до миллиона четырехсот тысяч рублей на вложение граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тысяч рублей в год распространим единый налоговый вычет при этом считаю необходимым запуск на налоговый вычет сберегательный так называемый сберегательный сертификат граждане на выращать свои сбережения арестович в российских флаг банках на длительный срок более трех лет сертификат будет безотзывным а значит банки смогут предлагать клиентам более высокий выгодный процентный доход и конечно эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до двух миллионов восьмисот тысяч рублей то есть в два раза больше чем по обычным депозитам в банках подчеркну подчеркну все меры государственной поддержки инвестиций создание и модернизации предприятий должны быть увязаны с повышением заработных плат сотрудников с улучшением условий труда и социальных пакетов для работников и конечно принципиальные требования отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции не выводить средства за рубеж где как оказалось можно все потерять а теперь вот мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем как бы им помочь что-то вытащить оттуда мне надо туда уводить и тогда не будем решать вопросу как 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 вернуть а как же милицию нужно в россию в регионы в развитие компании в подготовку кадров самая надежная защита активов капиталов российского бизнеса наша сильная суверенная страна абсолютное большинство предпринимателей стоит на отечественных патриотических позициях и бизнес который работает здесь в россии должен иметь гарантии неприкосновенности собственности активов и своих новых вложений вот вложение сюда и защита инвестиций защита прав предпринимателей взаимосвязаны связаны безусловно мы должны это обеспечить это в интересах государства всего общества гента в интересах миллионов людей которые трудятся в сфере частного бизнеса крупного среднего малого я всегда говорил и скажу еще раз никому какие роли в этом власти не сотрудникам правоохранительных органов никому не позволено притеснять людей приступать закон или использовать его в корыстных целях дала нужно людям в том числе из предпринимательской середине сейчас я говорю именно о них нужно помогать помогать они создают рабочие места отжимайте бизнеса ебали на не кошмарте в этом призвание власть помогаешь и хуишь обважаемые коллеги все более значимых тела койбе экономический рост вносит малый и средний бизнес сегодня на его доля обрабатывающее производство на какое-то время идти путин превышает 21 процент ярко завалили о себе сотни новых отечественных брендов в прошлом году в россии зарегистрировано миллион десяти тысяч новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса обращаю что они это самый высокий показатель за последние пять лет люди стремятся начать свое дело верят в себя в свою страну и в свой успех особо отмечу что за 2023 год на 20 процентов выросло число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет сегодня я будешь планицу 40 и хуйни такую созидательную энергию нужно обязательно даже если денег на счету не будет средний доход на работника занятого в сфере малого и среднего бизнеса предстоящие 6 лет он и рост быстрее темпы увеличения ввп то есть должна повышаться эффективность такого бизнеса его качественные показатели уже говорил что не должно быть ситуация когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты потому что налоговые платежи спал при переходе с выстрелим не скидывайте на общий налоговый режим резко возрастают получается что государство подталкивает бизнес к дроблению другим способом а потом этот бизнес национализирует или ты станешь предателем если выгоняешь пьяного ссвовошника будешь сидеть говорит шарфунь лохуесосы параметры обезгажешь езжай на свой запад придешь на запад компании ладо если скажешь в гости бизнеса посадили нужны использовать схемы налоговой оптимизации что здесь важно такие компании должны отказаться разумеется от искусственного по сути притворного дробления бизнеса перейти к нормальной цивилизованной работе в белую при этом подчеркну никаких штрафов подчеркивает особо никаких штрафов санкций пересчета налогов за предыдущие периоды не будет в этом смысл амнистии кроме того поручаю правительству уже со следующего года предусмотреть механизм не резкого а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний которые переходят с упрощенки на общий порядок налогообложения далее мы пошли на такое решение как временные моратории на проверки эта мера себя полностью оправдала компаниям которые гарантируют высокое качество товаров и услуг несут ответственность перед потребителями действительно можно и нужно доверять поэтому считаю возможным с 1 января 25 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учетом наработанного опыта полностью перейти на рискоориентированный подход закрепив его законодательно там для отсутствует надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок еще еще предлагаю предоставить некрупному бизнесу я думаю сакашвили блять сидит раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории повторю нужно создать все условия чтобы малые и средние компании развивались динамично а качество этого роста повышалось за счет высокотехнологичных направлений на каникулу уже всех наших издавших школьников студент в целом налоговая не хватает производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен я прошу правительство предоставить на этот счет конкретные предложения много раз об этом говорили пожалуйста предложение уже созрели по сути особо отмечу работа малого и среднего бизнеса на селе в агропромышленном комплексе сейчас мы не только полностью обеспечиваем себя продовольствием россия лидер на глобальном рынке пшеницы да конечно добраке мы ходим в двадцатку ведущих стран экспорте понятное дело тебе это не по силам хес охуеть на грязь лава умные жесть очень работников сельского хозяйства фермеры специалистов за не банально потому что это пустословие благодарю вас за впечатляющие результаты в 2030 году объем производства российского скандарта это все слушаешь понимаешь выращивайся на четверть по сравнению с 21 годом а экспорт увеличится в полтора раза мы обязательно продолжим поддержку отрасли а также программу комплексного обустройства сельских территорий включая обновление и модернизацию почтовых отделений особое решение используем для развития прибрежных регионов напомню спасибо всем ребят за правило вот это водки оно должно строго выполняться речь идет как некоторые здесь из присутствующих забавно то что даже люди сидящие здесь учат а вот на добычу морепродуктов обязательно закупать новые промысловые суда российского производства обновлять флот вместе с тем в этом году федеральный бюджет получил от продажи квот на морепродукты существенные деньги порядка 200 миллиардов рублей вот вот антон гермич здесь все еще говорились она говорится с этих средств его бабла сливым образом направить над социальное развитие муниципалитетов которые являются базой нашего нашей рыболовной отрасли уважаемые коллеги современных условиях повышение эффективности во всех сфер Производительность труда неразрывно связана с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта. Я уже об этом упоминал. Такие решения дают возможность создавать цифровые платформы, которые позволяют оптимально выстроить взаимодействие граждан, бизнеса и государства. У меня уже 2000 человек сребался с рима. Давай уже 4. Да еще и на такой стримрейт. Еще раз говорю. Наш слог. Сука. 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 Тут спорить не буду, пожалуйста. Сука. 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 Нужно помочь его раскрыть, запустить проекты реального сектора экономики, инфраструктуры, которые станут драйверами в этих территориях. Сейчас 10 субъектов федерации с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. И я прошу правительства продлить действия этих программ ещё на 6 лет. К 2030 году все наши регионы должны стать экономически более самодостаточными. Повторю, это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны. Уважаемые коллеги, как видим, планы большие, расходы тоже. Предстоят масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, в экономику, науку, технологии, в инфраструктуру. В этой связи хочу сказать о налоговой системе. Безусловно, она должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, а также для реализации региональных программ, призвано сокращать неравенство, причём не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъекта федерации. Учитывать уровень доходов граждан и компаний. Предлагаю подумать, продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы. Более справедливому распределению налогового времени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счёт вычетов, о которых сегодня уже сказали. Подожди, он что, налоги повышает на богатых? Пойстан, который вкладывает средства в развитие, в реализацию инфраструктурных и социальных проектов. При этом нужно, безусловно, закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей. Плоти налоги. Государственную Думу, правительство в ближайшее время представить на этот счёт конкретный комплекс предложений и в дальнейшем уже с учётом принятых изменений предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных инвестиционных проектов. Вот именно об этом у нас бизнес и просит в ходе наших прямых с ними контактов. Уважаемые коллеги, решения в сфере финансовой поддержки регионов, рост экономики должны работать на повышение качества жизни людей, причём во всех субъектах федерации. Мы уже продлили до 2030 года специальные программы развития таких регионов, как Северный Кавказ и Калининградская область, Донбасс и Новороссия, Крым и Севастополь, Арктика и Дальний Восток. Для 22 дальневосточных городов и агломераций подготовлены мастер-планы развития, и такая же работа идёт по населённым пунктам в Арктике. Сейчас мы должны сделать следующий шаг. Предлагаю определить перечень ещё более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план. А в целом программа развития должна охватить порядка 2000 населённых пунктов, включая сёла и посёлки. Здесь также должны сработать решения по поддержке субъектов федерации, о которых сегодня я сказал, включая инфраструктурный кредит. Хочу обратиться к главам регионов. Эти ресурсы надо использовать в том числе для расширения возможностей муниципалитетов. Я помню встречу с руководителями некоторых муниципалитетов на их форуме здесь, в Москве. У местного уровня власти особая роль и ответственность. Именно сюда идут люди, граждане со своими повседневными нуждами. Хочу поблагодарить наших мэров, глав районов, депутатов за ваш труд, за внимание к запросам людей. И отдельно хотел бы отметить сотрудников муниципалитетов, которые работают в непосредственной близости от зоны боевых действий, делятся своими земляками все испытания. Соавторами планов развития городов и посёлков должны стать их жители. Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на какие объекты, на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь. Предлагаю увеличить софинансирование таких, по сути, народных проектов из федерального и регионального бюджетов. До 2030 года продлим и всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В целом по России за 6 лет благоустроим более 30 тысяч общественных пространств. Я прошу правительства также оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы, исторические центры городов. На благоустройство и крупные проекты в этой сфере направят 260 миллиардов рублей. Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений. Прошу правительства парламентария в профильные комиссии Госсовета с участием общественности, конечно, проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов. Извините, я уже просто с ума скажу. Надо устранить явно избыточные, противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно. Предлагаю сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России. Рассчитываю, что мы принимаем её на 20 лет. Нужно предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников. Такие механизмы опробуем в текущем году в пилотном проекте Института развития Дома РФ. В нём примут участие пять регионов – Сабайкалья, Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области. А к 2030 году по всей стране надо привести в порядок умение тысячи объектов культурного наследия, дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и украшали наши города и селы. Обязательно продолжим фундаментальные проекты в сфере культуры, сохраним их финансирования. Будем обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, финнозалов. За шесть лет дополнительно направлено более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете, социальных сетях. Предлагаю также расширить программу «Пушкинская карта», с помощью которой школьники и молодёжь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры, выставки. А сами учреждения культуры получают стимул для развития, для запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса. Прошу правительства подготовить здесь свои дополнительные предложения. Кроме того, по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор», запустим с 2025 года программу «Земский работник культуры». «Земский работник культуры». Люди постоянно говорят об этом встрече. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 миллион рублей. А на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше, 2 миллиона рублей. Да ну! Понятно, на Донбассе за 2 миллиона кто готов? И еще одно дополнительное решение, которое нужно доработать и принять. Прошу правительства предусмотреть особые условия семейной ипотеки именно для малых городов, а также для тех регионов, где новые многоквартирные дома строятся в небольшом объеме. Или их вообще нет. Нужно сделать это максимально оперативно. Решить вопрос о ключевых параметрах, в том числе размеров... Хесос, привет! Я был против власти, но сейчас посерил Путина. И понял, как он много он делает для России. Теперь я за. Спасибо, что открываешь нам правду. Буду ждать от вас предложения. Далее. Ладно. Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции. Отдельно поддержим проекты комплексного развития территории под застройку возведения жилых кварталов со всей инфраструктуры в регионах с пока ещё недостаточным уровнем социально-экономического развития. Это там, где многие обычные наши предложения не работают. Но вот для этих территорий направим на данные цели дополнительно 120 миллиардов рублей. В этой связи следующая системная задача. При федеральной поддержке многие регионы существенно расстили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехал 1 миллион 730 тысяч человек. В предстоящие 6 лет важно не снижать такую динамику. Прошу правительства подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья. Что касается систем ЖКХ, то мы будем наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры. В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 триллиона рублей, включая частные компании. Продолжим и реализацию нашего проекта «Чистая вода». Для многих наших городов, сельских поселений эта проблема чрезвычайно актуальная. Прежде всего, речь идёт о надёжном снабжении качественной питьевой водой. Отдельная тема – газификация. В планах обеспечить этим экологичным топливом города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии, такой крупный город России, как Красноярск. Также с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы. Естественно, это даст возможность расширить программу социальной газификации. Благодаря ей газ уже подведён бесплатно границам 1 миллиона 100 тысяч участков. И приём заявок продолжается. При этом льготным категориям граждан, в том числе семьям учащихся в специальной военной операции, мы помогаем с проведением газовых коммуникаций внутри участка. Но что отдельно сейчас хотел бы сказать. В границах многих населённых пунктов, куда уже проведён сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки. А сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, её нужно решить. Причём решить в интересах наших граждан. А именно, расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ. Братан, утомил. Также получат поддержку жители отдалённых северных и дальневосточных территорий, где в ближайшие годы пока не будет сетевого газа. Сегодня они оплачивают свои дома углёвыми и дровами. Теперь с помощью субсидий от государства они смогут приобрести современное экологическое оборудование. Блядь, сука, ебаная. В первую очередь, поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи. Выделим на эти цели также дополнительно порядка 32 миллиардов рублей. С учётом... Спасибо всем на подписочке за то, что вы половитесь. Спасибо. Будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст. До 2030 года субъекты федерации дополнительно получат около 40... О, Гвинн, спасибо за переподписку. ...автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Дополнительно предусмотрим на эту программу обновление общественного транспорта. 150 миллиардов рублей с федерального бюджета. Всё, никто не фаловится больше. О! Обновимый парк школьных автобусов. Что такое, спасибо. ...темпами причём не менее 3000 машин в год. Что особенно важно для малых городов и сельской местности. Об этом говорят и жители, и главы муниципалитета. Спасибо. Действительно, очень важная программа. Маракатик. Поэтому выделим на закупку школьных автобусов ещё дополнительных... Ветроган, и хуя себе прямо над его головой подписался. И, конечно, это... ...должна быть техника, произведённая в России полностью или с высокой степенью локализации. Савелий, спасибо. В рамках проекта «Чистый воздух» в 12 индустриальных центрах России, как вы знаете, удалось снизить вредные выбросы в атмосферу. С прошлого года к проекту подключились ещё 29 градусов. В целом, по стране объём вредных выбросов атмосферы должен быть сокращён вдвое. А? Да, ради интереса, не думал ли ты сделать хотя бы один стрим 24 часа, как это делает Генсука? Может, есть условие какое-нибудь, чтобы ты такой стрим сделал? Или когда будет следующий стрим 12 часов? Ну, за пять лямов рублей сделаю. Старый, здорово, удачного стрима. КСТ, а что, не спишь? У тебя же ночь вроде. Ну как, чё я не сплю? Смотри, президента слушаю. Ой, бля, у меня донаты были отключены, ебать. Юзабли, пассивьте за 2 доллара, негатив, пассивьте тоже за 2 доллара. ABC, пассивьте тоже за 2 доллара. Давайте я мему включу. В безопасное состояние приведены территории полигона Красный Бор, Байкальского ЦБК. Якста Красный Бор. О! Да, да Ванков сидел. Блядь. На этих объектах проведены пока только самые неотложные мероприятия. А где Борис Надежный? Алло. Оставлять их в таком состоянии, как сейчас, тоже ни в коем случае нельзя. Надо довести эту работу до конца. Создать здесь всю необходимую инфроструктуру. Речь Пипа будет транслироваться на дорожных электронных табло, фасадах бизнес-центра, торговых центров. Да, да мы знаем. Ты здесь добыл пожаловать в сети 17... Высоких экологических рисков. Надо создавать... Бизнеса и... Зеленые технологии переходить на экономику замкнутого цилка. Ты ванутый или чем, блядь. Создана современная отрасль обращения с отходами. Ля, реально ж в кино смотрят. Построены 250 предприятий. Мне кажется, их заставили прийти туда посмотреть. Ля, братишкин, сидит. Че за... Да ты... Все твердые отходы. И не менее четверти из них использовать вторичные. Ясно. Выделим на такие проекты дополнительные финансовые средства. Построим совместно с бизнесом еще порядка 400 объектов по обращению с отходами и 8 эко-промышленных парков. Что еще хочу сказать? В ходе встреч с гражданами на дальнем... Добро пожаловать в Сити-17. Это уже не вам никакие-то игры, это реальность. О том, что надо наводить порядок с нелегальными вырубками с охраны местных массивов. У этой темы действительно огромный общественный резонанс. Но она важна для почти каждого человека. Мы здесь, что называется, всем миром объединяем усилия. Ну, и ситуация постепенно меняется. Очень важный момент, что начиная с 2021 года в России восстанавливаются лесов больше, чем вырубленцы. Я хочу поблагодарить за это, за этот результат волонтеров, школьников, студентов, всех граждан, которые вы сооружены в мире. Не надо, тядя! Конечно, представители бизнеса, мы обязательно продолжим восстановление лесов... Здорово, Хест, здоровый чат. Хотел бы у тебя спросить, как объяснить родителям, бабушкам, тетям... Сказали, не знали, тядя! ...чтобы они не верили в то, что ездят по ебучим телевизорам. Братан, ну мы же тебе отвечали уже на этот вопрос. ...защита окружающей среды. Защита окружающей среды считаю необходимым среди фонд экологических и природоохранных проектов. Кого? А? Вспомнил одну историю, как обезьяне дали кнопку, и с каждым нажатием она чувствовала оргазм, пока не сдохла. Так и с Хестом. Если его залить маслом, то сердце не выдержит постоянный оргазм, и он сдохнет. Защита и восстановление редких и исчезающих... Я бы сейчас мог пошутить, что это твою маму и оргазма. Он сейчас теперь покажет мастерский мьюнинг. ...подумать и об открытии сети центов реабилитации... ...да вот он мьюнинг и показывает в предыдущении двух часов, блядь, вместо того, чтобы что-то по факту сказать. ...чисто языком вот так вот. ...в 2030 году во всех национальных парках страны создадим инфраструктуру экологического туризма. Безус, что за бизнес суда? ...включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников... ...пощадки, пол, терминозеи и эзитенты. Да, я теперь патриот России. Бля, нихуя себе башни головы, ты чё так, блядь, сразу подрубил, ёбатый в рот. Я только, блядь, спать собираюсь для того, чтобы на той стрим основной вечерний, блядь, попасть. А вот, блядь, вот он, нахуй, смотрит, блядь, пешивую хуйню, блядь. Нахуй ты его смотришь, он хорошего нихуя не скажет. Знаешь, что станет хороший человек какой-нибудь? Когда он, нахуй, нахуй, просто нахуй, кандону, блядь. Уничтожим, блядь. Так, нахуй, пьес, пизду, бросай это дело и иди спать, пора уже, ну её нахуй. Да я, да, я, ты был прав, реально, хуйню несёт. Блядь, я вот в ахуй, себя просто пушует, нахуй, блядь, сейчас все карты, нахуй, не веду, блядь. Можно вот эту хуйню просто, нахуй, ебать, нахуй. Раз она всегда покончится, со всей вот этой, идишной, ой, блядь. Вот нахуя, я не пойму, терять такой шанс, нахуй. Просто можно направленное, боевое, блядь, дело, нахуй. Головки, блядь, да, могу сказать, какой, блядь. Да, блядь, да, осуждаю, ну... Всем-всем интересно было. Называется Сапфир, нахуй, взлетает в эту хуйню, блядь, пляшивую. Да ты чё, осуждаю? Всех долбоёбов, нахуй. Наконец-то лишился донатной девственности. А прикиньте, он сейчас начал бы попьяк, если задохнулся и упал. Да, блядь, вы чё, ебанутые, блядь, пиздец, вы... Козёл ебучий, блядь. Кто, я? О! Послание, голова, война, путь лирок, зла своим гурдалокам. Так, всё, иди, гуляй, блядь. О! Делаю вид, что читаю листы, а сам пишу тебе, это дано. О! Проблема в том, что сейчас перед выборами он сильно улучшит условия, и все пойдут из-за этого голосовать за него. Прямо вот за 17 дней сильно улучшит, да? Ну да, ладно. Время есть. Пару недель оттуда. А, это я уже читал. Это я тоже читал. Раньше игры нужно было пересдать только через год, а теперь, видимо, сразу можно пересдать один предмет. Ага, я гей. Ну ладно, хоть что-то полезное. Я сейчас писю трогу свою и смотрю на пыпу сейм сгоот. Это, конечно, сложный и очень капитало-емкий проект. Губная лекция. О! Он так расписывает планы до 2030 года. То есть он даже не отрицает, что его уже перевыбрали. Ну так, он же от себя обещает, если его перевыберут. Мне кажется, что над ним есть таблица с требованием, мол, хлопать, я тут болтаю, а при этом в предыдущие, в предстоящие годы особый акцент на развитие региональных дорог. Чё, блин? Водиодоступными должны стать авиаперелеты. Нужно повысить так называемую авиационную мобильность граждан. В 2020 году интересность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года. Для этого планируем ускорить развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения. И здесь перед правительством стоит конкретная задача. Я ничего про Приднестровье не говорил. Я на самом деле с этой целью смотрю. Мало ли, что-то скажет про Приднестровье, там опять какое-то СВО, блядь, устроит. Ну пока еще ничего интересного не прозвучало. Только обещания на 30 лет, блядь. Ну мы знаем, как эти обещания работают, собственно. Это прямое будет бюджетное финансирование. Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных отечественных самолетов. А трюкки за полный! Хопанный! Он когда кашляет, все начинают хлопать. Это тип какая-то команда? Рафлан ебал. Ну типа... Он затрагивает все сегменты. Предприниматели, дети, семья, военные специально по болям проходят. Кто шарит за маркетинг, тупо продает себя. Как будто стал только президентом. Вот именно. Что это сделано за 20 лет? Первый маршрут между Москвой и Петербургом... Как так получается, что спустя 20 лет он приходится стоять и обещать, что дети, семья, блядь, предприниматели. Затем будем прокладывать... Школу будем строить. 20 лет нихуя не строил, блядь. Тут опомнился. В очередной раз, конечно. ...на Черноморское побережье. Ему модернизировать и опорную сеть внутренних водных путей. Нет. За счет этого обеспечить дополнительные экономические эффекты и в области туризма, в области развития промышленности, развития отдельных чувствительных, очень важных для нас регионов, в том числе регионов крайней силы. Что хочу сказать... Болит, блядь. А, Вадим, спасибо тебе большое. Спасибо. Регионов, которые задействуют свои... Артем Асуа, спасибо. ...могут вовлечь в оборот земельные участки подхарочные и сельскохозяйственные. А для граждан это возможность строить дом для большой семьи, жить в более комфортных условиях. Для бизнеса это новая перспектива, в том числе на внешних рынках. В этой связи отдельный вопрос... Алон Хлеб. Спасибо. Я занимался на одной из моих встреч. Это очереди на пограничных пунктах пропусков. Флуфей, спасибо. Особенно остро эта проблема стоит на дальнем. Ливерс, спасибо. По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут. В реальности практически каждый водитель грузовых фур нередко ждет... Я грузовая фур окста. И перед коллегами из Минтранса стоит конкретная задача. Типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут. Современные технологии позволяют это сделать. Какие-то фуры обсуждают. Ты чего, бля? Они требования важны и для ритмичной работы транспортного коридора севера и юг, которые свяжут Россию со странами Ближнего Востока и Азии. Его основой станут не только автомобильные маршруты, но и бесшовное железнодорожное сообщение на всем протяжении от наших портов на Балтике и Баренцовом море до побережья Персидского залива и Индийского океана. На фуре? Также будем наращивать пропускную способность железных дорог в дюжном направлении, что позволит активно использовать портовые мощности Азовского и Черного морей. Азов? Запускается третий этап расширения восточного полигона железных дорог – БАМа и Транссиба. БАМа? В свое время мы… Так, у меня уже глючи начинают, я слышу, что чего-нибудь нет. Вовремя кое-что не сделали. Ну ладно, теперь должны наверстать, и наверстаем. До 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 миллионов тонн в год. Одновременно должны получить развитие эпохи. Чего у тебя, Георгий, в каленочку? Патриот, патриот, патриот. В зоне особого внимания дальнейшее развитие северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн груза. Обращаю ваше внимание, это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза. Ох, ебать, сравнил с Советским Союзом. Слушай, ну ладно. Обеспечим круглогодичную навигацию на Ана-Северном море. Будем увеличивать обороты наших северных портов, включая Мурманские транспортные узлы. Да, конечно, наращивать арктические флоры. Саза! В прошлом году вышла речь уникальная научная исследовательность. Хесус, здравствуйте, давным-давно, когда вы находились на Ютубе и скрывали свое лицо, вы сказали, что в определенную дату вы раскроете ее, и если не вы это не сделаете, то вы съедите железо, и как я помню, вы так и не показали лицо в поставленную дату. Путин думает, что все идет как по массу, но он еще не понял, что это вызовет за скип-донат и требуется в лесу. А я и не скипаю, беда курка. Пошло все в пизду, сколько можно, бля. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, хотел бы сказать отдельно. Все, конец. Постоянно встречаюсь с участниками специальной военной операции. Так и что. Это и кадровые военные, и добровольцы. Прямо показывать. Люди гражданских профессий, которые были мобилизованы на военную службу. Все они с оружием в руках стали на защиту Родины. Знаете, смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и вот без всякого преувеличения могу сказать, сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут. Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, и воспитания молодежи, и в общественных объединениях. Еще вообще с ума сошел. В госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении. Детям отправлять школу. Возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты. Такие подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромные, скромные и сдержанные. Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить России. А что ты тут рассказываешь передать? Ага, конечно. Военным он передаст. Кто-то же рассказывает. Он их боится больше всего. Элита во многом себя дискредитировала. Пригожина, мы помним. Теми, кто не имея никаких заглух перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно, имея в виду тех, которые в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов. Вот они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита. Это все, кто служит России. Труженики и воины. Надежные, проверенные делом, доказавшие свою преданность России. Поехал, ногу потерял, вернулся. Точно получит какую-то важную роль где-то. В скобочках. Нихуя он не получит. В этой связи о новом, считаю важным решение, уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее «Время героев». Эта идея, не буду скрывать, пришла мне в голову, когда встречался со студентами, участниками специальной военной операции. Эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты. Высшая школа государственного управления, которую называют школой губернаторов, а также конкурс «Лидеры России». Их выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах, даже самыми главами регионов, участниками программы здесь, смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей. Учеба начнется уже в ближайшие месяцы. Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний. В дальнейшем расширим такие кадровые программы, запустим управленческие курсы в Российской академии народного хозяйства и государственные службы. Причем статус академии считаю необходимым законодательно повысить. Кроме того, ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в нашем ведущем возрасте. Ну чё, агои ебаны, подвинулись нахуй. Ветераны идут образование получать, а вы пиздюки, блядь, в очередь нахуй. Чел поубивал людей, пойдешь с образованием получать. Но точнее их дети. По службе, при приеме на командирские курсы, училища и военные академии. Дорогие друзья. Опять. Он все еще смотрит до сих пор. Дорогие друзья. Все это время смотрел. Самодостоятельность, самодостаточность, суверенитет. Это нужно доказать, подтверждать каждый день. Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и за будущее России. Это наша Родина. Родина наших предков. И она нужна и дорога только нам. И, конечно, потомкам, которым мы обязаны передать сильную и благополучную страну. За последние несколько лет нам удалось выстроить систему управления, а также реализации национальных проектов на новых принципах. На основе больших массивов данных, современных цифровых технологий. Понимаешь, я знаю, что зэки теперь после фронта повысить в вузы, жамуты местами, стабиджерамута, контролировать риски, но я про это и говорю. Учитывать весь объем информации. Постоянно донастраивать проекты и программы, опираясь на обратную связь с гражданами. Я хочу поблагодарить коллег из правительства, ведомств, регионов, которые все эти годы, и в период пандемии, и в условиях санкционной агрессии против России. 40 лет в какой он университет упадет? Крапотливо выстраивали эту систему. Знаю, что это была трудная, сложная работа. И главное, она уже преддает точку. Представляется, зэк 40-летний в МГУ пошел. Ровно в этой логике мы продолжим действовать. До конца года все национальные проекты, о которых сегодня говорил, должны быть утверждены, скоординированы между собой. Причем, что там в таком количестве? Хочу еще раз подчеркнуть. Это не проекты отдельных ведомств. Они должны работать на общие системные задачи, на достижение наших национальных целей развития. Вам точнее. При этом прошу Общероссийский народный фронт и дальше держать на контроле исполнение решений на всех уровнях извините власть. Да что такое-то? Пора заканчивать, да? Главный результат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммой потраченных денег. Главное – это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь. Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса. Я считаю необходимым уже сейчас не только готовить проект бюджета на очередную трёхлетку, но и верстать все основные расходы, инвестиции дальше, на период до 2030 года. То есть, по сути, нам надо формировать шестилетний перспективный финансовый план развития страны, который мы, конечно же, будем дополнять новыми инициативами. Естественно, жизнь будет вносить коррективы. Несмотря на сложный период, несмотря на нынешние испытания и трудности, мы намечаем долгосрочные планы. Программа, которую обозначил сегодня в послании, носит объективный и фундаментальный характер. Это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее. Для достижения поставленных целей у нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности. Но я сейчас подчеркну главное. Давай. Выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте. От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, под огнем идут вперед, жертвуют собой ради нас, ради отчизны. Да ну. Это они, наши воины, создают сегодня абсолютно необходимые условия для будущего страны и для ее развития. Низкий вам поклон, ребята. Я благодарю всех вас, уважаемые коллеги. Благодарю всех граждан России за солидарность и надежность. Мы одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю и в наши победы, в успехи, в будущее России. Спасибо. Ну что я могу сказать? Я предполагал, что будет неинтересно. Ничего нового он не сказал. Я думаю, что и зетники, и ватники, и как там еще, будут так же недовольны данным выступлением. Вот. Как бы, да, она обещал всякого. Денег туда, денег сюда. Туда отправить, сюда отправить. Миллиарды буквально. Ну, понятное дело, как это работает чаще всего, да? Что отправлено, то распилено, как говорится. Вот. Но все же, как мне кажется, большинство сейчас хотели бы немного другое услышать. Но нет. Но нет. Зачем ты это смотрел? Блядь, я же не знал, что будет. Все же. Правда. Про ПМР что-то было. Но нет. Не, вообще ничего не было про Приднестровье. Так что разгоняли что-то, а в итоге... Вот, просто разогнали. А по факту, ну, ничего. Слава богу, блин. Да что ты машешь, давай. Слава богу, ничего не было по поводу Приднестровья. Нет. Никаких СВО не намечается. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok